скажите верное ли это уравнение это уравнение верное а какие эмоции вы испытали когда я попросила вас его выполнить может быть ощутили какой-то дискомфорт или просто немножечко заволновались а может быть кто-то просто сдался и не стал даже решать например я бы точно сдалась если бы мне попросили его решить в школе при виде первого икса я бы даже не стала его решать а чтобы вы почувствовали если бы я попросила вас рассчитать расходы на месяц или например и считать время поездки в пути глядя на расписание поездов или например посчитать сдачу в магазине существует много жизненных ситуаций которые требуют от нас достойного знания математики и нам не всем с уверенностью и с комфортом удается с ними справляться и вот это вот беспокойство возникающие при работе с численной информацией называется математическая тревожность меня зовут анна будакова и я научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований психогенетики и сегодня я вам расскажу что такое математическая тревожность как с ней работать и как она появляется математическая тревожность это когда она что-нибудь такое появляется какая-нибудь вот такая реакция или даже вот такая как показывают исследования примерно половина школьников имеет высокий уровень математической тревожности и четверть студентов старших курсов и даже какая-то часть студентов имеет настолько высокий уровень математической тревожности что им необходима помощь психолога например я была одним из этих студентов и как если бы мне 10 лет назад сказали что я могу работать со статистическим анализом и буду учить этому других людей я бы никогда не поверила сегодня каждый день работаю с этим вполне успешно и оказывается это вовсе не страшно и никому не комфортно мы в нашей лаборатории занимаемся изучением этого феномена потому что этот из-за этого из-за математической тревожности многие способные к математике студенты или школьники выбирают карьеры не связанные с математикой и начинают и в принципе испытывают дискомфорт и стресс в каких-то базовых жизненных ситуациях которые можно было бы избежать вот школьники попадают в такой порочный круг из-за беспокойства негативные мысли о математике вызывают страх беспокойства и отторжения которые су это в свою очередь приводит к тому что снижаются результаты по математике и мы снова возвращаемся в негатив и беспокойство в отношении ее как же она появляется близнецовые исследования показывают что частично математическая тревожность наследуемо но большая часть определяется все-таки средовыми факторами такими как например учителя и родители со своими установками в отношении способностей школьника собственной математической тревожностью которые они транслируют на ребенка такие же например общественные мифы что математика не для девочек или что там есть гуманитарии мне в школе наверное миллион раз сказали что я гуманитарий так в итоге все эти сложные мысли все эти беспокойства в отношении математики и отторжения начинают отнимать ресурс рабочей памяти рабочая память это вид коротковременной памяти который помогает нам удерживать в уме условия задачи пока мы с ней работаем или любое там удерживать какие-то условия как пока мы выполняем какое-то действие и вот по гипотезе исследователей тревожные мысли начинают отнимать ресурс рабочей памяти и мешать выполнению математического задания. Что же происходит в голове у человека с математической тревожностью? Исследователи Лайонс Бейлок задались этим вопросом. Как вы помните, у мозга есть два полушария, они покрыты корой головного мозга. И, соответственно, Лайонс Бейлок изучили, какие области коры головного мозга активизируются у людей с высокой математической тревожностью? Что же оказалось? Оказалось, что у людей, когда они ожидают математику, активизируются те зоны мозга, которые связаны с обнаружением и обработкой физической боли. То есть, другими словами, ожидания математики вызывают ощущение сродни тому, как вы сидите в кресле стоматолога и ждёте, когда он будет вам сверлить зубы. Знакомое чувство. Другое исследование мозговое показало, что при высокой математической тревожности активизируется больше ресурсов внимания при работе с числовой информацией. Это не так уж и плохо, как вам кажется. Кстати, об этом. После всего, что я вам сейчас сказала, я вас хочу спросить, всегда ли математическая тревожность – это плохо? Я полагаю, что после всего, что вы сейчас услышали, вы, вероятно, всего скажете, что да. Но на самом деле всё не так однозначно. Как выяснилось, что при определённом уровне математической тревожности, если точнее, уровень определённой активизации симпатической нервной системы, если к этому уровню активизации добавить установку на то, что математика – это не страшно, и что это то, с чем можно справиться, и добавить чуть-чуть мотивации, то результативность может быть даже лучше, чем если бы математической тревожности не было совсем. То есть если мы немного волнуемся, то наш результат может быть лучше, чем если бы у нас не было никакого волнения. Соответственно, мы делаем из-за этого вывод, что нужно не поголовно снижать математическую тревожность, а регулировать уровень математической тревожности до определённого состояния. Вы, наверное, спросите, как же это делать. Это самое интересное, наверное. Существует несколько способов. Первый, базовый из них – это укрепление базовых навыков работы с числовой информацией. А именно, например, укрепление базовых таких навыков, как сложение, умножение, вычитание, деление. Это укрепление знаний таблицы умножения. Это укрепление навыка счёта в уме, чтобы мы могли эффективнее и легче справляться с жизненными ситуациями простыми, в которых мы постоянно находимся. То также существуют методы эмоциональной регуляции, которые мы как раз и изучаем в нашей лаборатории. Первый из них – это смена установки. Смена установки в отношении этой самой тревожности, что она может быть полезна и помочь нам в выполнении математического задания. То, что математика – это то, и то, что математика – это то, что можно сделать. Вы можете это сделать. Мы можем это сделать. Второй способ – это экспрессивное письмо. Это такой способ, наверное, вы про него, может быть, слышали, когда, чтобы снять напряжение, нужно вербализовать и описать свои чувства и мысли. И вот этот способ и переносится на математическую тревожность. Как показало исследование, те студенты, которые описывали свои ощущения в отношении предстоящего математического задания, они выполнили математический тест лучше, чем те студенты, которые этого не делали. То есть пробуйте и пишите свои мысли и ощущения в отношении математического задания на бумагу, пусть бумага все стерпит, и лучше она, чем вы. И на экране вы как раз видите примеры таких описаний мыслей в отношении математического задания предстоящего. Не самые веселые ощущения, наверное. И последний способ, который мы представим сегодня – это медитация, релаксация, фокусированное дыхание. То есть это те способы, которые призваны чуть-чуть снизить активность симпатической нервной системы и чуть-чуть усилить активность парасимпатической. То есть призваны снять напряжение и помочь нам успешнее справиться с заданием. Таким образом, дело не в том, что математика какая-то плохая. На самом деле это очень интересная и более того полезная область знаний. Важно то, как мы к ней относимся и как мы работаем с собственным напряжением и состоянием. Нужно понимать, что приложив немножечко простых усилий, мы можем из математической тревожности сделать полезный ресурс, который поможет нам справиться с любыми расчетами. Продолжение следует...